С вами программа «Секреты вкуса». Сегодня у нас в гостях Антон Матрёнин. У нас будут кальмары с картофелем. Не то чтобы увлекался, я занимался профессионально. Профессионально? Да. И снова здравствуйте, с вами программа «Секреты вкуса» и я, Александр Затуринский. Сегодня у нас в гостях депутат Государственного собрания Кралтая Республики Бархаттастан Антон Матрёнин. Антон, привет. У нас будут кальмары с картофелем, собственно говоря, вяленые помидоры, оливки. Давайте я вам вкратце расскажу, что у нас сегодня будет на столе. У нас есть помидоры черри, у нас есть мини-картофель. Он уже подваренный, поэтому, собственно говоря, вы обязательно его, прежде чем мы его будем жарить, проварите. У нас есть вяленые томаты, у нас есть, это ташинские оливки, но я думаю, что сюда подойдут и любые другие. Это стружка тунца, у нас есть куриный бульон, это масло, и здесь разная зелень, кинза, соответственно, тимьян. Что у нас еще здесь? Такун, наверное, да? Как ты думаешь? Попробуй. Сможешь на вкус определить? На запах, да, тархун. Тархун, это кальмары, это сливочное масло, соль, перец. Ну что, начинается процесс приготовления, ты будешь стоять, я тебе буду пытаться помогать, либо наоборот, я уже не знаю, как получится. Начинай картошечку, с картошечки, давай, начинай. Я помогу тебе. А я начну с своего первого вопроса. Насколько мне известно, ты в свое время давно увлекался самбо. Да, я не то чтобы увлекался, я занимался это профессионально. Профессионально? Да. И вообще у меня очень спортивная семья. Тва брата у меня были хоккеисты, а отец мне сказал, ты пойдешь на самбо. Почему? А почему такой был, почему братья хоккеисты, а ты на самбо? Потому что я был самый крупный, крепкий, я всегда там старался что-то поднимать. Ты не забывай, скидывай, включай, включай, включай. А, все, включаем. Да, вот, о, красавчик. Вот здесь смотри, у тебя вот это вверх, вот это вниз. Все, сколько градусов? Градусов здесь нет, два градуса это не градус, это режимы. Вот ты вот так вот сделай, давай, давай где-то на пятерочку, на шестерочку. Ага, хорошо. Ну, у тебя сейчас она будет нагреваться. Мы будем обжаривать картошку, мы еще расскажем нашим гостям о том, что мы делаем, да. Мы обжарим нашу подваренную уже картошку в масле, да, вот у нас будет масло. И потом потихонечку туда будем кидать вот эти все запчасти. Да, картошку я уже нарезал. Молодец, ждем подогрева сковородки. Я тебя сейчас вот с этой стороны поставлю. Я тебе чуть-чуть помогу это все готовить, потому что у нас блюдо на самом деле не такое сложное, но надо его как-то уже подвигать на готовку. Ну, расскажи, пришел в хоккей? Да, пришел в хоккей. В каком возрасте? В 11 лет, уже любительски занимался хоккеем, вот. А сегодня, да, мы перешли уже более такую, в новую историю. Пополам? Да, создали единую хоккейную лигу. Антон, откуда идея вообще возникла создать единую хоккейную лигу? Эта идея для чего? То есть, какой смысл, цель? Ну, как я и говорил, что у нас в республике очень любят хоккей, все, любого возраста. И очень много людей в детстве там не успели поиграть. Либо поиграли, но не поиграли на соревнованиях и хотят играть. То есть, из-за этого родилась идея, чтобы привлечь как можно больше любителей к хоккею. Поэтому подумали, и как раз мы вот с Денисом Андреевичем Назаровым... Я еще раз, извините, я перебил, но 5-го числа в Уфе прошла презентация единой хоккейной лиги. Денисом Андреевичем Назаровым... Ну, что нас там ставят за своими крепкими хоккеями и традициями. И уверен, что в нашей новой лиге мы тоже внесем в свой вклад на развитие и крепление любительства хоккея в республике. Я хочу сказать всем пожелать, что в начале сезона попросил забитый шай и хорошего настроения. 5-го февраля вы с Денисом Андреевичем Назаровым открыли единую хоккейную лигу, где ты президент, он вице-президент. Правильно я понимаю, да? А что там? Ну, вообще, это лига создана для госслужащих, законодательной власти, общественных организаций и крупных предприятий республики Башхатастан. То есть мы объединили это в одну лигу, аналогов в России в такой лиге нет. Есть подобные лиги, но эта история у нас первая. Для чего это делается? Для того, чтобы каждый любитель, каждый человек, кто занимался спортом, мог играть в хоккей. Вот, достаточно сделали, сформировали жесткий регламент лиги. В этой лиге участвуют только, значит, спортсмены, любители. Кто-то, кто не играл вообще в хоккей, кто-то начинает играть или когда-то там немножко выходил во двор там с клюшкой на лед. То есть, ну, жесткий регламент, то есть без ребят, кто подписывал какие-то контракты профессиональные. Ну, и там у нас допуск, там, два человека, кто проходил хоккейную школу. Это чисто любительская история, правильно? Я очень прошу прощения, Антон, я буду рассказывать еще нашим зрителям, что мы делаем. Мы туда в сковородку положили наши бляленые томаты, томаты черри. Сейчас я пытаюсь положить туда еще оливки и все это залить чуть-чуть бульончиком куриным, для того, чтобы это все томилось. Да, вот так вот мы все кидаем. Ну, что, мы наливаем нашего бульона, для того, чтобы это у нас была такая вкусная история. Потом будем там ждать нашего замечательного кальмара. Кидаем тимьян, кидаем нашу травку. Скажи, пожалуйста, сейчас прошла первая, я так понимаю, первый матч в сезонах. Как это правильно объясни? Расскажи мне, дилетанту, как это будет происходить дальше? Кто будет? Значит, будет проходить... Рекламент какой там у вас? Будет проходить чемпионат, а потом плей-офф. Чемпионат... Что такое плей-офф? Это игра на вылет тоже. То есть, в чемпионате мы играем около 60-70 игр, потом переходим плей-офф. У нас в лиге около четырех команд, соответственно, каждая команда играет с каждой. Проиграли, вылетели и выявляется уже победитель плей-офф. Скажи, а вот Денис Андреевич, вы же вдвоем это сделали, создали. Его роль, я так понимаю, что основная задача у вас вдвоем разделить как-то полномочия. Чем занимается Денис Андреевич и чем ты? Как у вас разделяются ваши участия? Ну, во-первых, у Дениса Андреевича уже есть огромный опыт проведения международных соревнований. Я сам это знаю лично, подтверждает. Это марафон, да, уфимский. У него есть огромный опыт создания команды Шемуратова. Тоже ребята играют в хоккей. Поэтому мы, естественно, на турнире как раз генерала Шемуратова в Сибае после турнира обговорили, что необходимо создать эту лигу. Он, конечно, поддержал. И вот мы вместе делаем. То есть у него очень хорошие управленческие качества, позиционированием занимается, очень грамотно. А продвижением? То есть Денис Андреевич, как я понимаю, занимается больше продвижением этой истории вашей единой хоккейной лиги. А ты непосредственно занимаешься уже организационными вопросами, связанными с командами, с контролем того, как это происходит. Да, я и моя команда, я президент хоккейного клуба Уфа. У нас ребята, которые тоже закончили хоккейную школу Слава Туваев. Вот они же и организовали этот клуб. Они же люди хоккейные, они в этом разбираются. И, соответственно, мы коллективно все это создаем, контролируем, ведем техническую работу, огромную техническую работу. Чуть-чуть отвлекусь, потому что у нас все-таки кулинарная с тобой программа. Мы долго не говорили, что мы делаем. Если посмотреть внимательно, мы покинули туда уже зелень, кинули тимьян. У нас есть все это томится уже в бульоне. Сейчас я чуть-чуть долью еще бульоны для того, чтобы создать некую, такой супчик, овощной супчик для наших щупальцекальмара. Мы кидаем туда щупальцекальмара, вот в эту жидкость. Можно детям пугать, эта вся история. Я хотел тебе задать вопрос, на самом деле, который, наверное, хотели задать все. Вот замечательно. Мы сейчас с тобой доносим до людей через нашу программу, да, про единую хоккейную лигу. А где можно еще посмотреть это? Есть какие-то у вас интернет-ресурсы, я не знаю, там ВКонтакте, Одноклассники, я не знаю, что-то вообще есть. Совершенно верно. У нас есть и в Одноклассниках мы есть, ЕХЛ, и есть ВКонтакте. Обязательно потом внизу напишем это. Да, свой канал в Ютубе, то есть обязательно, да, мы дадим информацию, где и куда смотреть, наблюдая за нами, за Лигой. Хорошо, все-таки мы готовим. Пока не понимаю, когда у нас... О, они вроде стали такие плотненькие наши щупальца. Я думаю, что чуть-чуть, небольшое время, мы к вам вернемся обязательно. И будем, самый важный этап в нашей готовке, пытаться это раскладывать на тарелочке и потом вкушать. Ну что, у нас получилась вот такая красота. Мне кажется, ну, нарядненькая такая прям вкуснотичка. Мы пытаемся сейчас это выложить на тарелку. Сначала мы будем выкладывать наши крупные запчасти, потом будем заливать нашим бульоном, который получился. Антон, я думаю, что... Я могу не мешать. Нет, нет, ты не мешаешь. Возьми ложечку. Ты можешь как раз помочь мне это сделать. Давай так, смотри. Это тебе... Хоть... Давай, вот, смотри, держи. Смотри, жидкость мы потом зальем, а ты сейчас выкладываешь вот это просто вот на дно тарелки. Выкладываешь, да. А жидкость мы зальем. А мы потом жидкость сверху зальем, да. А вот этому вкуснотищу, да, эту. Ой, ооо, вкусняка. Выложили на тарелку. Естественно, Антон, как он более крупный товарищ, сделал себе побольше. Ничего страшного, я не обижусь. Поэтому... Может, у меня старуха. Ничего страшного. А теперь аккуратно, ну, ложечка вот так сверху можешь заливать. И себе, и мне. Так, ложечка? Можешь ложечкой, да, аккуратно. Красиво такое, да? О, как тебе нравится. Красиво было. Да. Ох, ты прям дизайнер. Еще, да? Да. Отлично. Отлично. Пахнет хорошо. Да, очень хорошо. Ну, неплохо, неплохо. Визуально неплохо. Заливай прямо на сковородке, прямо давай. Прямо, значит, ай, нет, вот так. Опа! Раз и все. Раз и все. Смотрите, вот так вот у нас получилось. Ложечку, с твоего позволения, мы тоже уберем специально для этого. Хорошо. Вот так у нас красиво получилось. Не отключайтесь, через несколько секунд мы к вам вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, мои дорогие, пришел самый вкусный момент нашей передачи, мы будем это пробовать. Антон, как всегда я говорю нашу известную фразу перед тем, как задать еще один вопрос, я хотел бы тебе сказать, предупредить о том, что когда ты будешь пробовать, пожалуйста, не надо придумать, ой, как вкусно. Если тебе не вкусно говорить, блин, не вкусно, плохо сделал Александр Феджатуринский, вот я бы сделал лучше, можно так сказать. Поэтому говорим честно. Хорошо? Конечно. И пока ты будешь пробовать, я тебе, будет время, минутка на подумать, я тебе задаю последний вопрос. Что главное в хоккее? Ты можешь пробовать и отвечать. Я... Или, знаешь, ты можешь сначала подумать, пробовать. Я считаю, что отвечу, наверное, сразу. Отвечу. Потому что я люблю есть, я могу увлечься и начать есть, вот, пока все не съем. Главное в хоккее – это сплочение команды, это дружба. Этот отец меня всегда учил, вот пруд можно сломать, а уже прутье сложно. И чем плотнее прутье, тем ты будешь сильнее. Поэтому самое главное в хоккее – это командный дух, это командная дружба, это семья, огромная семья. Вышел на лед, каждый за каждого. И второе правило – это оказаться в нужном месте в нужное время. То есть разгадать, куда полетит шайба, когда полетит. То есть это как в шахматы. Это игра умных людей. Должно работать напряжение, да, вот эта история? Да, и это все в доли секунды. Поэтому вот это самое главное. Продумаюсь, отлично. Приятного аппетита, ждем от тебя комментариев. Да, а с чего начать? С картошкой? С чего хочешь? Я нашу свою порцайку тоже, с вашего позволения. Все-таки это кальмары. Кальмары. Мы с тобой, по-моему, чуть-чуть не досолили их. Ну, я догадываюсь, что мы чуть-чуть мало соли положили. Очень вкусно. Кстати, нет. Очень вкусно. Мне кажется, кто-то подбегал, солил. Вот прям реально. Ребята, мне нравится. Такая... Мне тоже нравится. Мне кажется, у нас получилось. Да. Господа, спасибо огромное, что вы были с нами. Антон, спасибо тебе огромное, что ты нас посетил. Я уверен, что ваша жизнь, ваша единая хоккейная лига будет только, скажем так, популяризироваться. И больше, 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 больше будет у вас людей, которые входят в вашу лигу. А вас, дорогие зрители, я вас благодарю, что вы были вновь с нами. Подписывайтесь на наши каналы. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok